Сразу два краснополянских курорта открыли горнолыжный сезон раньше срока. Помогла погода. С конца ноября в зонах катания курортов Красная Поляна и Альпика Сервис шли продолжительные снегопады. Для катания райдеров все готово. Остальные склоны готовятся к высокому сезону и приему гостей. Все трассы откроются в 20-х числах декабря. А на Роза Хутор традиционный день снега отметят уже 21-го. Напомню, что в новом сезоне отдыхающие смогут приобрести единый ски-пасс. Он позволит кататься по одному билету на всех горных курортах. На сегодняшний день цена этого единого ски-пасса составляет 3300 рублей на одни сутки. Единый ски-пасс объединяет все три горнолыжных курорта между собой. Некоторые части из них объединяются физически, часть из них объединяется посредством специально подготовленного ски-пасса. Это автобус, который будет по дорогам соединять эти курорты. Благодаря ски-пассу и ски-бассу отдыхающие смогут свободно перемещаться с одного горнолыжного курорта на другой. Чтобы в зимний сезон все работало без сбоев, свою работу 28 декабря начинает оперативный штаб. Все новогодние каникулы вице-губернаторы и вице-мэры будут вести дежурство в горном кластере и контролировать работу всех отраслей курортов, а также решать вопросы, связанные с жизнедеятельностью горных поселков. В праздничные дни на горнолыжных курортах ожидается 600 тысяч гостей. В связи с чем в сторону Красной Поляны увеличивается количество рейсов «Ласточек» и автобусов. «Традиционно все сочинцы хотят на новогодние праздники поехать, если не покататься, то хотя бы просто погулять по нашим горнолыжным курортам. Доступ на наши горнолыжные курорты в горный кластер в силу погодных условий будет возможен только на зимней резине. Поэтому просьба опять же ко всем сочинцам воспользоваться общественным транспортом в случае, если они захотят посетить горный кластер в новогодние праздники, либо такси». А между тем на побережье возвращается тепло. Уже к выходным температура воздуха прогреется до 16 градусов. И сотни тысяч туристов планируют провести каникулы именно в прибрежной зоне. Загрузка гостиничного фонда Сочи в новогодние праздники планируется на уровне 100%. Для тех, кто активному отдыху в горах предпочитает более размеренный у моря, сочинские санатории предлагают массу программ санаторно-курортного отдыха. Это и открытый юг, и в Сочи за здоровьем серебряный возраст. Межсезонье в Сочи – время для оздоровления. Санаторий «Октябрьский» – очереди на медицинские услуги. В санатории сейчас 90% загрузка. Людей привлекает, безусловно, лечение. Санаторий располагает огромной лечебной базой, которая работает на протяжении 20 лет. Программа разработана огромное количество. Одни из последних программ – это программа активного долголетия. И межсезонье, зимний период – это действительно то самое необходимое, которое нужно нашим гостям для того, чтобы они не в жару получали лечение, а в такое прекрасное время года в Сочи. То есть в Сочи нужно лечиться именно в межсезонье. Надежда Смирнова с супругом – сотрудники одного из крупнейших заводов России и Европы по выпуску стальных труб. Санаторно-курортное лечение в Сочи они проходят за счет первоуральского новотрубного завода. Такая практика стала возможна благодаря договоренности руководства Сочи с руководителями крупных производств страны. Наше предприятие заботится о сотрудниках, которые работают с вредными и опасными факторами. В Сочи в зимний период мы приехали первый раз в жизни. Обычно мы здесь летом бываем. На данный период для меня вот этот зимний отдых – это супер. В Сочи зимой красивый, я бы сказала даже очень красивый. Но мы же с Урала, нам не хватает немножко снега. Но снег, красная поляна компенсирует. К слову, для желающих попасть из прибрежного кластера в Горный в санаториях в Сочи работает трансфер. Погода меня устраивает совершенно хорошо. Все как бы пару дней только дождичек был. А так врачи все, весь персонал очень внимательный, заботливый. Все везде красиво, чисто, благородно. Все отдаем своему здоровью, то есть проходим все процедуры. Здесь ты находишься в тепле, в солнышке и поднимаясь на какие-то там метры, значит, ну, не маленькие метры, я хочу сказать, да. И там уже снег лежит, и этот контраст, конечно, эффектно просто-напросто. Больше другого слова не найду. Зимой неплохо, погода хорошая, тепло, хорошо. Ребенка подлечить приехали. Процедуры проходим, ванны и прочее. У нас сейчас снег лежит, а здесь можно ходить даже без шапки, поэтому очень тепло и климат приятный. К морю уходим подышать свежим воздухом, морским. В целом в зимний сезон Сочи примет порядка полутора миллионов туристов. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.